Когда мы говорим о цивилизациях, в нашем сознании моментально всплывают образы современных городов, небоскребов, компьютеров и транспортных систем. Но что если я скажу, что есть другая цивилизация, существующая рядом с нами? И она гораздо древнее нашей собственной. Речь идет о муравьях. Существах, чьи социальные структуры, архитектурные достижения и способы ведения войны порой сравнимы, а иногда даже превосходят достижения людей. Муравьи – это не просто насекомые, а живое воплощение идеи коллективного разума, функциональной социальной структуры и хорошей координации действий. С момента их появления, около 120 миллионов лет назад, они прошли через разные эволюционные этапы, создав сложные общества, которые могут поспорить с человеческими сообществами в плане организации, выживания и эффективности. Сегодня существует более 12 тысяч известных видов муравьев, и каждый из них по-своему уникален. Они населяют почти всю Землю, от тропиков до полярных широт, приспосабливаясь к самым суровым условиям. Но что делает муравьев действительно уникальными, так это их социальная организация и способность к кооперации, которые превосходят даже самые развитые человеческие общества. Для начала давайте сравним наши цивилизации. На первый взгляд сравнение муравьев с людьми может показаться необычным, но если мы углубимся в детали, то заметим множество параллелей между этими двумя видами. Во-первых, это социальная структура. У муравьев, как и у людей, существует четко организованное общество, в котором каждый его член имеет свою функцию. В человеческих цивилизациях мы видим правителей, воинов, рабочих, ученых, учителей и медицинских работников. Да, в конце концов, блогеров. Каждый занят своим делом. И все вместе они создают общественный порядок. В муравьином обществе действует нечто подобное. Муравьи живут в семьях или колониях, каждая из которых похожа на самостоятельный организм с распределенной функциональной системой. В каждой колонии есть королева, которая является единственным источником репродукции, рабочие муравьи, которые строят, добывают пищу и заботятся о потомстве, и солдаты, которые защищают колонию от врагов, но и могут выполнять другие роли в зависимости от вида. Эта система похожа на человеческую иерархию, где есть правительство, экономика, здравоохранение и военные силы. Во-вторых, архитектура и городская планировка. Одна из самых любопытных способностей муравьев – строительство сложных и функциональных сооружений. Муравейники – это не просто куча земли. Это настоящие города, глубоко уходящие в землю и обладающие сложными системами вентиляции, хранения еды и защиты от погодных условий. Один из самых ярких примеров – муравьи-листорезы, которые строят подземные колонии с множеством камер и туннелей. Внутри этих структур они разводят грибки, которые служат им основным источником пищи. Эти колонии могут достигать невероятных размеров, насчитывая миллионы жителей и напоминают мегаполисы. Сравните это с нашими городами, где мы также строим здания, мосты, туннели и дороги, создавая инфраструктуру для поддержания жизни. Как и люди, муравьи планируют свои постройки, учитывая необходимость вентиляции, хранения ресурсов и защиты от внешних угроз. В-третьих, война и оборона. Как и человеческие цивилизации, муравьи ведут войны. Их военные стратегии удивляют не меньше, чем человеческие. Они проводят разведку, организуют нападения на соседние семьи и захватывают ресурсы. Иногда муравьи даже порабощают других муравьев, заставляя их работать на свою колонию. Это можно сравнить с рабовладельческими обществами в истории людей. Муравьи-амазонки, например, нападают на колонии других видов муравьев, захватывают их рабочих особей и принуждают их трудиться на благо своей колонии. Они используют сложные тактики нападения, что напоминает стратегии человеческих нападений. Одна из основополагающих черт любой цивилизации – это развитие способов коммуникации. Люди создали языки, письменность, символику, с помощью которых передают знания из поколения в поколение. Муравьи же разработали свою систему обмена информацией, основанную на химической коммуникации. Феромоны – это язык муравьев. С помощью этих химических веществ они передают сигналы об опасности, указывают путь к источникам пищи или координируют действия во время атаки или другой активности. Каждый муравей оставляет за собой феромонный след, который другие члены колонии могут читать. Этот химический интернет позволяет им взаимодействовать с точностью, которая иногда превосходит человеческую способность координации действий. Интересно, что разные виды муравьев имеют свои диалекты феромонов. То есть имеют немного разные феромоны, позволяющие отличить одним муравьям других муравьев из другой колонии, что можно сравнить с многообразием человеческих языков. Однако, несмотря на различия, многие виды могут понимать базовые сигналы друг друга, что напоминает межкультурные взаимодействия в человеческом мире. Если мы говорим о развитии цивилизации, невозможно не затронуть сельское хозяйство и разведение животных. Ведь именно это когда-то позволило человечеству перейти от охотничьи-собирательского образа жизни к оседлому, начать строить города и создавать сложные общества. Муравьи также освоили эти навыки. Муравьи-листорезы являются ярким примером фермеров в мире насекомых. Они срезают листья, приносят их в колонию, где жуют и раскладывают по камерам. Но листья сами по себе являются пищей для муравьев. Они служат субстратом для выращивания грибков, которые и потребляются муравьями. Это схоже с тем, как люди выращивают зерновые культуры или овощи. Кроме того, существуют муравьи, которые занимаются своеобразным скотоводством. Они разводят тлей, мелких насекомых, которые выделяют сладкую жидкость, сироп. Муравьи доят тлей, получают от них пищу и в обмен защищают их от хищников и обеспечивают им убежище. Эти практики настолько схожи с человеческими методами ведения сельского хозяйства, что трудно не проводить параллели. Оба вида осознали важность контроля за источниками пищи и развили методы, которые помогают им поддерживать свое существование в сложных экологических системах. Одним из самых поразительных аспектов муравьиного общества является концепция коллективного разума. Если один муравей может показаться простым и не очень умным существом, то вместе они образуют систему, способную решать сложные задачи. Эксперименты показали, что муравьи могут находить кратчайшие пути к источникам пищи, избегать препятствий, адаптироваться к новым условиям и даже принимать решения, которые могут показаться разумными. Это происходит за счет координации действий, основанной на феромонной коммуникации и взаимодействии с окружающей средой. Этот феномен можно сравнить с тем, как человеческие общества объединяют усилия для решения глобальных проблем. От строительства крупных инфраструктурных объектов до организации системы здравоохранения и образования. В обоих случаях мы видим, как совместные усилия могут привести к результатам, которые невозможны для одного индивида. Муравьи играют ключевую роль в экосистемах. Они аэрируют почву, разлагают органику, способствуют распространению семян растений и контролируют популяции других насекомых. Их влияние на окружающую среду можно сравнить с тем, как люди изменяют ландшафт планеты через сельское хозяйство, промышленность и строительство. Некоторые экологи даже называют муравьев инженерами экосистем, поскольку их деятельность оказывает колоссальное влияние на биоразнообразие и устойчивость природных сообществ. Сложно переоценить их роль в поддержании баланса в экосистемах планеты. Муравьи – это не просто насекомые, это живая демонстрация того, как может функционировать общество, основанное на кооперации, трудолюбии и оптимизации ресурсов. Их успешная стратегия выживания, проверенная миллионами лет эволюции, может многому научить человечество. Эффективная коммуникация. Муравьи показывают, как важно иметь четкие каналы связи внутри общества. Их система передачи информации через феромоны позволяет быстро реагировать на изменения в окружающей среде и координировать действия миллионов индивидов. Люди, хотя и развили сложные языки и технологии, часто сталкиваются с проблемами недопонимания и сбоев в коммуникации. Коллективное благо. Муравьи ставят интересы колонии выше собственных. Этот принцип может показаться противоположным человеческой культуре индивидуализма. Но в долгосрочной перспективе коллективное благо может быть более устойчивым и эффективным способом организации общества. Продолжим углубляться в мир муравьев как цивилизации. Рассмотрим еще несколько ключевых аспектов их жизнедеятельности и того, что мы можем подчеркнуть из их общества. Человеческая цивилизация славится своими инновациями и способностью адаптироваться к изменениям окружающей среды. Мы разрабатываем новые технологии, создаем более сложные методы взаимодействия с природой и меняем ее под свои нужды. Муравьи, хотя и не изобретают машины или компьютеры, демонстрируют потрясающую способность к адаптации и инновационному поведению. Это проявляется в разном. Адаптация к разным условиям. Муравьи – это настоящие мастера выживания. Они обитают в самых разных уголках планеты. От тропических лесов до пустынь, от умеренных лесов до арктических тундр. Они адаптировались к экстремальным условиям жизни, что можно сравнить с человеческими усилиями освоить различные климатические зоны Земли. Муравьи-пустынники живут в условиях, где температура поверхности может достигать 70 градусов по Цельсию. Эти муравьи научились ориентироваться по солнцу и быстро находить путь к источникам воды и пищи, чтобы избежать перегрева. Муравьи-листорезы, напротив, освоили жизнь в густых тропических лесах. Они строят свои колонии на деревьях, добывают пищу на земле и могут прокладывать сложные мосты и тоннели из собственных тел, чтобы пересекать водные преграды. Эти примеры демонстрируют гибкость и выносливость муравьев, что можно сравнить с человеческими способностями адаптироваться к самым экстремальным условиям, например, заселению полярных регионов или освоению пустынь с использованием передовых технологий. Технологии и инструменты. Человеческая цивилизация гордится своими достижениями в области техники и технологий. Хотя муравьи не строят заводы и не изобретают гаджеты, они находят способы использовать природные ресурсы для решения своих задач. Муравьи-строители могут использовать разнообразные материалы для создания своих сооружений. Например, некоторые виды муравьев, такие как муравьи-ткачи, строят гнезда из листьев, соединяя их с помощью шелка, которые выделяют их личинки. Они буквально шьют свои гнезда, что можно сравнить с нашими строительными технологиями, где мы используем сложные материалы и методы возведения зданий. Муравьи-листорезы не просто срезают листья. Они используют их для выращивания грибов. По сути, это форма биотехнологии, в которой они культивируют свой собственный источник пищи. Такие примеры показывают, что несмотря на отсутствие сложных инструментов, муравьи смогли развить собственные технологии, адаптированные к их биологии и экологии. Это учит нас тому, что технологии – это не только машины и компьютеры, но и способность максимально эффективно использовать окружающие ресурсы. Муравьи существуют на Земле гораздо дольше людей, более 120 миллионов лет. За это время они прошли долгий путь эволюции, что позволило им не только выжить, но и стать одной из самых успешных групп насекомых на планете. Сравните это с человеческой цивилизацией, которая насчитывает всего несколько тысяч лет. Несмотря на наше короткое существование, мы смогли достичь невероятных высот в технологиях, науке и культуре. Однако муравьи демонстрируют, что выживание в долгосрочной перспективе зависит не только от инноваций, но и от кооперации и способность адаптироваться к изменениям. Ведовая кооперация. В человеческой истории известны многочисленные примеры сотрудничества между разными народами и цивилизациями. Мы заключаем союзы, ведем торговлю, создаем международные организации. У муравьев также можно наблюдать удивительные примеры кооперации не только внутри колонии, но и между разными видами. Например, в тропических лесах Южной Америки существует уникальная форма сотрудничества между муравьями и деревьями. Муравьи вида псевдомирмикс живут в полых шипах акаций, защищая дерево от травоядных насекомых и конкурирующих растений. Взамен акации обеспечивают муравьев домом и источником пищи в виде сладких выделений, которые производят специальные железы на листьях дерева. Этот симбиоз демонстрирует удивительный пример взаимовыгодного сотрудничества, где оба вида получают выгоду от существования друг друга. Люди, как и муравьи, осознали важность кооперации с природой и другими видами. Существуют проекты по восстановлению экосистем, защите исчезающих видов и устойчивому использованию природных ресурсов. Этот принцип взаимодействия с окружающей средой на основе взаимной выгоды можно считать одним из ключевых факторов выживания в долгосрочной перспективе, как для муравьев, так и для людей. Эволюционные преимущества Муравьи обладают многими эволюционными преимуществами, которые позволили им доминировать в мире насекомых. Во-первых, они имеют широкий репертуар поведенческих стратегий, который позволяет им занимать разнообразные экологические ниши. Во-вторых, их высокая степень социальной организации позволяет им защищать свои колонии от хищников и конкурентов, а также эффективно добывать ресурсы. Человечество тоже обладает эволюционными преимуществами – наше сознание, креативность и способность к обучению и инновациям. Однако муравьи демонстрируют, что не всегда важно быть самым умным или физически сильным. Важнее всего – это способность адаптироваться к изменениям и работать сообща ради общей цели. В современных условиях глобальных изменений климата и разрушения экосистем вопрос устойчивости становится одним из ключевых. Как мы можем гарантировать, что наше общество выживут в условиях нестабильности и неопределенности? Здесь муравьи вновь предлагают нам важные уроки. Муравьи умеют приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Когда погодные условия становятся неблагоприятными, муравьи могут изменить свою стратегию поиска пищи, переместить колонию или изменить поведение для максимальной экономии энергии. Этот гибкий подход можно сравнить с тем, как современные общества разрабатывают стратегии адаптации к изменениям климата, внедряя энергоэффективные технологии, переходя к возобновляемым источникам энергии и развивая устойчивое сельское хозяйство. У муравьев есть еще одно важное преимущество – они способны жертвовать своими интересами ради блага колонии. В ситуациях, когда ресурсов недостаточно, муравьи могут уменьшить свою активность, сокращать численность потомства или даже жертвовать собой ради других членов общества. Это напоминает идею устойчивого развития, где необходимо искать баланс между потреблением ресурсов и сохранением экосистем. Муравьи – это удивительное явление природы, которое показывает нам, что цивилизация не обязательно должна основываться на технологиях или языках. Их общественная структура, инновационные подходы к решению проблем и способность координировать усилия миллионов особей позволяют считать их второй великой цивилизацией на нашей планете. Люди привыкли считать себя вершиной эволюции и самыми успешными жителями Земли. Однако муравьи показывают, что успех – это не только развитие технологий и накопление знаний. Это способность жить в гармонии с природой, эффективно использовать доступные ресурсы и работать сообща ради общего блага. Несмотря на то, что человеческая цивилизация в значительной степени отличается от муравьиной, у нас есть чему у них поучиться. Коллективное принятие решений, взаимовыручка, способность к адаптации и постоянное стремление к улучшению условий жизни. Все это ключевые уроки, которые мы можем перенять у этих маленьких, но невероятно умных существ. Таким образом, муравьи демонстрируют нам альтернативную модель цивилизации, основанную не на индивидуализме, а на коллективизме и кооперации. И, возможно, их успех и долговечность на Земле – это сигнал для нас о том, что для продолжительного выживания на планете необходимо научиться действовать вместе, как единое целое, уважая природу и друг друга. Это первый выпуск серии «Сравниваем наше общество». Он общий. Далее будут сравнения отдельных частей общества и намного подробнее. К примеру, видео про язык, про конформизм и про многие другие темы. Если вам придут в голову идеи, комментарии открыты. Как вы считаете, может ли человечество действительно чему-то научиться у муравьев? Также у нас появилась уникальная опция – написать нам лично в Телеграме. Ссылка в описании. До новых выпусков! Субтитры создавал DimaTorzok